Дамы и господа, здравствуйте! Меня зовут Александр Шаповал, я эксперт по стратегическим технологиям компании Microsoft. Перед вами второй модуль курса развертывания Windows 8 на предприятии, модуль, который называется подготовка файла-ответов. Несмотря на то, что сама по себе подготовка файла-ответов лишь небольшая часть общей процедуры автоматизации развертывания Windows, у вас должны быть определенные навыки, вы должны быть знакомы с тем, как файл-ответов создается, каким образом редактируется, какие возможные параметры в этом файле-ответов вы можете указывать. Поэтому в этом модуле мы с вами попытаемся создать некий файл-ответов с оговоренными заранее параметрами и посмотрим, как с помощью этого файла-ответа выполнить элементарную автоматизацию установки Windows 8 с помощью данного файла и дистрибутива операционной системы. Исходная задача. Создать файл-ответов для автоматической установки Windows 8 со следующими параметрами. Необходимо разбить жесткий диск на два раздела. Первый раздел системный, который будет использоваться для загрузки Windows, размером 350 МБ отформатировать файловую систему NTFS. Второй раздел создать размером во все оставшееся пространство на жестком диске, отформатировать с помощью файловой системы NTFS и именно на этот раздел установить операционную систему. Кроме того, необходимо ввести в систему данные о пользователе, о его имени и организации и настроить региональные установки. А именно, включить английский язык для интерфейса операционной системы, задать русские региональные установки, формат даты, формат времени и так далее. И включить по умолчанию американскую раскладку клавиатуры. Кроме того, в качестве еще одного параметра необходимо в качестве домашней страницы Internet Explorer указать вот этот URL. Это стартовая страничка русскоязычного портала TechNet. Давайте посмотрим, как это делается. В этой демонстрации мы с вами подготовим файл ответов и убедимся в том, что при использовании этого файла ответов установка операционной системы Windows 8 происходит в автоматическом режиме. И мы получаем операционную систему с интересующими нас параметрами. Подготовка файлов ответов осуществляется с помощью инструмента Windows System Image Manager из состава пакета ADK. Вот так выглядит этот инструмент, когда его открываете первый раз. Начинаем мы работу вот отсюда, с левого нижнего угла, где выбираем дистрибутив операционной системы, для которого мы хотим подготовить файл ответов и который мы в дальнейшем хотим установить на требуемое количество компьютеров. Причем, обращаю ваше внимание, что этот дистрибутив должен быть доступен в режиме чтения записи, поэтому его необходимо скопировать с DVD диска на жесткий диск вашего технического компьютера. Вот, в частности, у меня он на диске c в папке distr. Дальше нам нужна директория sources, дистрибутива, где располагается файл install.vim. Внутри этого файла как раз и находится образ или образы операционной системы. Также обращаю ваше внимание на тот самый файл каталога, содержащий описание входящих в образ пакетов и компонентов. Открываем vim-файл. Если при открытии vim-файла утилита не обнаружит файла каталогов, вы в центре экрана получите предупреждение о том, что файл каталога нужно сгенерировать. Нажимаете там кнопочку «Да» и через некоторое время процесс создания файла каталога занимает несколько минут. Увидите вот здесь такую картину, где можно наблюдать достаточно обширный список доступных компонент операционной системы и пакетов. Собственно, дальше мы начинаем формировать наш файл ответов. Давайте посмотрим, каким образом это происходит. В средней части экрана выбираем раздел «Файл ответов», щелкаем правой кнопкой и выбираем пункт «Создать новый файл ответов». Как вы видите, Windows System Image Manager отображает файл ответов в соответствии с теми семью фазами, этапами установки операционной системы, которые мы с вами уже обсудили. А далее мы выбираем нужный нам компонент. Например, компонент, который называется Windows International Core WinPE. Щелкаем по нему правой кнопкой и в контекстном меню указываем, в какую фазу установки, в какой раздел файл ответов необходимо этот компонент добавить. В данном случае вы видели, что этот компонент можно добавить только в фазу Windows PE, но в дальнейшем вы сможете убедиться в том, что некоторые компоненты допускают настройку в различных фазах установки операционной системы, в зависимости от того, в какой фазе вам хотелось бы те или иные настройки применить. Итак, компонент появился в файле ответов и в правой части вы видите те ключи, те параметры, которые для этого компонента можно настроить. Наша задача с вами задать необходимые значения для этих ключей. Причем ниже вы видите, какого типа тот или иной ключ, тот или иной параметр. В некоторых случаях это строка, которую надо заполнить. В некоторых случаях вы видите, что это какие-то целочисленные значения, и можно увидеть их допустимые значения, диапазон, минимальное, максимальное значение и так далее. По любому ключу вы можете получить подробную информацию о том, что за ключ, каков его смысл, какие значения он может принимать. До этого воспользуемся справочной информацией, открываем его. Если этот справочник раскрыть, то вы увидите, что здесь перечислены все компоненты, вот ровно так, как они выглядят в самом инструменте Windows System Image Manager. И если мы найдем здесь компонент International Core WinPE и конкретно ключ Input Locale, то увидим детальное описание, где сказано, что этот ключ задает раскладку клавиатуры, иными словами язык, который будет использовать пользователь при вводе логина и пароля. Дальше значения, которые этот параметр может принимать. Мы можем указать эту раскладку в качестве кода или вот такой аббревиатуры. Ниже, как этот параметр может выглядеть в самом файле ответа в XML структуре. Ну и, например, вот эта ссылочка, поддерживаемые языковые пакеты и их значения по умолчанию, отобразит страницу на портале Технет в документации, где перечислены все возможные языки, какие коды для них нужно использовать при заполнении файла ответов или какие аббревиатуры, вот в частности для русского языка RU. И вот таким образом мы начинаем заполнять все ключи из этого компонента, формируя тем самым структуру файла ответов. Может возникнуть вопрос, как разобраться в этом многообразии компонент и каков минимальный набор компонент, который необходимо добавить в файл ответов для того, чтобы автоматизировать установку Windows. Ответ вы найдете опять же в документации. Вот в частности перед вами статья с Технета, которая называется из документации по ADK, параметр автоматизации установки Windows. И здесь перечислен минимальный набор параметров, которые нужно отразить в файле ответов и заполнить, для того, чтобы система полностью автоматизировала установку Windows вплоть до фазы Out-of-Box Experience OBE. Если вы хотите и фазу OBE автоматизировать, есть статья параметры для автоматизации запуска при первом включении компьютера. И вот здесь вы видите, какие ключи надо задать, в какой фазе, на каком этапе настройки, для того, чтобы и эта фаза OBE прошла без дополнительных вопросов. Ну а дальше, используя документацию, понимая, какие задачи перед вами стоят, вы по справочнику легко найдете те параметры, просто в поиске, которые вам необходимы для того, чтобы та или иная настройка была активирована в Windows и настроена должным образом. Итак, давайте пройдемся по этим пунктам. Input Locale. Как я уже сказал, расклад клавиатуры, язык, который будет использован при входе в систему, английский. Layered Driver указывает тип клавиатуры, он редко используется в наших реалиях. System Locale – это кодировка, которая будет использована в не-юникодных приложениях, например, в командной строчке. И здесь хотелось бы иметь поддержку русского языка. User Interface Language, как следует из названия, это язык интерфейса. Мы устанавливаем с вами английскую версию, поэтому здесь язык будет ENUS. Но если, например, как вы увидите в дальнейшем, вы добавляете в образ операционной системы различные языковые пакеты, их можно добавить несколько, то и язык интерфейса вы можете выбрать здесь произвольный. Для некоторых локализаций, например, для некоторых арабских языков, не все компоненты Windows переведены. Локализованы. И если запускается стайльная компонента, которая не локализована, вот здесь нужно указать, как поступать в Windows. То есть, какой язык для этой компоненты использовать. Например, все тот же английский. И User Locale, этот ключ фактически определяет региональные настройки операционной системы. Мы, согласно нашему заданию, задаем их российски, для того, чтобы дата, валюта, время отображались в привычном нам формате. Еще один подключ здесь есть. Это язык интерфейса самой программы установки. Мы тоже его задаем английский. Последний пункт – это в каких ситуациях мастер установки будет показывать вам какие-либо диалоговые окна и требовать от вас некого ввода. Только в том случае, если происходят какие-то ошибки. Тогда здесь установка приостанавливается и ждет от вас какой-либо реакции. Вот таким образом происходит заполнение всей необходимой информации в файле ответов. Мы указали с вами региональные установки, раскладку клавиатуры. Согласно предварительным требованиям, что нам еще нужно сделать? Нам нужно рассказать, как отформатировать жесткий диск, на какие разделы его разбить и куда установить операционную систему. Делается это с помощью компонент, который называется Windows Setup. Опять же, как вы видите в контекстном меню, задать значение для этого компонента можно только в фазе Windows PE. Вот он появляется в файле ответов. И давайте посмотрим, что нас интересует. Нас интересует конфигурация диска. Щелкаем здесь правой кнопкой и говорим добавить новый диск. Естественно, что в компьютере, куда вы устанавливаете Windows, жестких дисков может быть несколько. Мы будем исходить из того, что этот жесткий диск один. И, соответственно, задаем ему идентификатор ноль, поскольку, напомню, в Windows жесткие диски нумеруются, начиная с нуля. Следующий важный параметр willwipe диск, он имеет значение тип, прошу прощения, логический, буллин. И, соответственно, в списке мы выбираем одно из двух возможных значений для этого параметра. True означает, что если на этом жестком диске, на жестком диске компьютера есть какие-то разделы, они будут удалены и будут сформированы те разделы, которые указаны в файле ответов. Сделано. Ну и теперь нам нужно создать разделы. Выбираем команду много разделов. И поскольку таких разделов по условию нам нужно создать два, мы эту команду выполняем дважды. И начинаем создавать разделы. Смотрите, какие параметры нам нужно здесь заполнить. Первый параметр, который я здесь укажу, это order, порядок, в котором система эти разделы будет создавать. Первым мы создадим небольшой раздел размером 350 мегабайт. Опять же, в справочнике вы всегда можете найти соответствующий компонент и посмотреть действительно, в каких единицах, например, тот или иной параметр надо указать. Вот для дисковой конфигурации. Заглянем еще раз сюда. Параметр sites указывается действительно в мегабайтах. Что мы, собственно, и сделали. 350 и тип этого раздела, этой партиции, primary. Параметр extent, ключ extent, говорит о том, что нужно создать раздел максимально доступного объема. Что в нашем случае неверно, поэтому мы оставляем ему значение false. Второй раздел указываем его вот здесь. Партиции, напомним, Windows нумеруются, в отличие от дисков, не с нуля, а с единицы. Вот для второго раздела мы как раз указываем параметр extent со значением true. Нам нужно создать раздел на все оставшееся дисковое пространство, поэтому size указывать при этом не нужно. И это раздел снова primary. После того, как мы создали эти разделы, нам нужно указать, как их отформатировать, какие метки дать, если это необходимо. И делаем это с помощью ключа modify partitions. У нас два раздела, поэтому два подключа мы создаем. И опять же, с помощью значения, с помощью ключа order указываем, в каком порядке будет выполняться модификация, а с помощью partition id указываем, какой раздел мы будем модифицировать. Первый раздел, мы отформатируем его файловой системой ntfs и дадим ему метку system. Небольшой раздел, на который будут помещены загрузочные файлы. И этот раздел мы должны сделать активным, для того, чтобы загрузка была возможна. Вот, собственно, и все параметры. Для второго раздела он будет создан во вторую очередь. Относится эти настройки к партиции номер 2. Мы должны, опять же, указать файловую систему. И это тоже будет ntfs. И дать метку windows, намекая на то, что именно сюда в дальнейшем мы хотим установить операционную систему. Активным этот раздел делать уже не нужно. И это фактически все, что нам необходимо указать для разделов. Вот, таким образом мы настраиваем разбиение разделов жесткого диска. И осталось нам указать, куда установить операционную систему. Делается это с помощью ключа image install и конкретно под ключа install tool. И здесь нам нужно указать, что хотим установить операционную систему на диск номер 0 и на раздел номер 2. Остальные ключи, которые в этом компоненте нам не нужны, мы можем смело из файла ответа просто удалять. Это относится к данным ключам, это относится к install from, потому что понятно, откуда будет ставиться операционная система с дистрибутивного DVD диска. И удаляем остальные ключи, кроме раздела user data. Что нам необходимо указать здесь? Ну, во-первых, для того, чтобы действительно установка была автоматической и не останавливалась, не приостанавливалась, нам нужно заранее принять лицензионное соглашение, указав для этого ключа true. Ну, а в двух оставшихся ключах я укажу информацию о себе. Александр Шаповал и название организации укажем. Microsoft, Rus, LLC. И, наконец, еще один обязательный ключ, который необходимо заполнить, обязательный параметр, это ключ продукта. И вот в этом поле ключ необходимо указать. Но обращаю ваше внимание на смысл этого параметра именно вот в этой компоненте Windows Setup. Ключ продукта, который указывается в данном параметре, определяет конкретный образ операционной системы. Потому что, напомню, внутри файла install.vim, это особенно характерно, например, для Windows Server 2012, может содержаться несколько образов. Например, образ стандартной редакции Windows Server и дата-центр редакции. И при установке операционной системы именно ключом, вот в таком автоматическом режиме, именно ключом вы указываете установщику, какой конкретно образ из vim-файла необходимо установить. Вот смысл поля key в данном контексте. Поскольку вот в этом vim-файле, где у меня содержится Enterprise версия Windows 8, vim, это единственный образ. Ничего больше там нет. Причем активация этого продукта осуществляется, как правило, не с помощью ключа вводимого пользователем, а через систему активации корпоративную. А мы ключ продукта в данном конкретном случае можем не указывать вообще. Давайте проверим еще раз, все ли, что нам необходимо, мы указали. Мы сформировали раскладку клавиатуры и региональные установки. Мы необходимым образом разбили жесткие диски, указали, какие создать разделы. Мы указали, куда установить операционную систему. Мы ввели необходимые пользовательские данные. И это почти все. Осталось нам задать домашнюю страницу для Internet Explorer, как мы условились в нашем задании. И для этого нам необходим компонент, который называется Windows E Internet Explorer. Видите, масса параметров здесь может быть задана. Этот компонент настраивается только в фазе Specialize. Указываем. И прямо в корневом элементе присутствует ключ, который называется HomePage. И здесь, собственно, мы и должны указать домашнюю страничку браузера. Ну и, как вы помните, мы хотим ее сделать страничкой на портал TechNet. TechNet Microsoft.com Ну и явным образом указываем, что нас интересует русскоязычный портал TechNet. Все остальные настройки, которые здесь можно задать для Internet Explorer, нас не интересуют. И мы их из файла удаляем. Вот теперь вроде все. Все требуемые параметры мы в файл ответов ввели. В пункте меню Tools есть специальная команда Validate, проверить файл ответов. И, как вы видите, в нижней части, в разделе Messages сообщения появляется сообщение о том, что ошибок и предупреждений не обнаружены. Это значит, что поля мы указали корректно. Все требуемые ключи мы заполнили. Если, например, какое-то поле мы добавили в файл ответов, но не задали для него никакого значения, здесь появилось бы предупреждение. Если для того или иного поля мы задали бы какое-нибудь некорректное значение, недопустимое, то увидели бы соответствующие сообщения об ошибке. Файл готов. Нам остается его сохранить. Причем сохраняем мы его под именем строго определенным автоанатент.xml. Вот здесь такой файлик на моем жестком диске уже есть. От предыдущих экспериментов я его просто перезапишу. Готово. И теперь нам осталось этот файл переписать на какой-нибудь съемный носитель, например, на флешку. Подойти к компьютеру, на который мы хотим установить операционную систему, вставить в него флешку, положить в DVD-привод дистрибутивный компакт-диск, загрузить с него и убедиться в том, что установка действительно началась и началась она в автоматическом режиме. Поскольку я буду экспериментировать в дальнейшем с виртуальными машинами, а не реальными компьютерами, хотя сути процесса это не меняет, то созданный нами файл ответов автонаттен.xml я поместил на виртуальную дискетку. И вот у меня здесь есть некая виртуальная машина тест-1, с которой мы и будем сейчас экспериментировать. Пока на виртуальном жестком диске этой машины никакой операционной системы нет вообще, поэтому если мы пытаемся ее включить и загрузиться, то увидим соответствующее сообщение. Вот оно. Ну а теперь мы в DVD привод как бы кладем диск с дистрибутивом, а применительно к виртуальной машине я подключаю к ней ISO файл с Windows 8 Enterprise 64-битной версии, а в дисковод добавляю дискетку с созданным файлом ответов, который мы с вами только что обсуждали. И теперь мы с вами эту операционную систему запускаем и смотрим, что будет при этом происходить. Ну а пока идет процесс загрузки, давайте подведем некий итог того, что мы с вами предприняли. Итак, мы с вами подготовили файл ответов с помощью инструмента Windows System Image Manager. Как вы видели, структура этого файла ответов соответствует фазам установки операционной системы. И подключив нужный нам дистрибутив, мы выбираем требуемые компоненты и добавляем их в необходимую фазу установки операционной системы, после чего для различных параметров этого компонента задаем требуемые значения. Описание всех значений вы сможете найти в справочном руководстве. Кроме того, есть отдельные статьи, в которых показано, какие параметры нужно обязательно заполнить, для того, чтобы установка операционной системы не прерывалась и не требовала от вас какого-либо ввода. Кроме того, мы в этот файл ответов добавили те значения, которые нам необходимы, для того, чтобы дополнительно поэкспериментировать, посмотреть, как файл ответов формируется, какими возможностями обладает. В частности, мы добавили туда настройки, связанные с разбиением жесткого диска. И поскольку мы в данной демонстрации применяем самый простой вариант автоматизации с помощью файла ответов и дистрибутивного DVD-диска, этот файл ответов мы сохранили под именем автоанатент.xml. Этот файл ответов скопировали на съемный носитель, виртуальную дискету в данном случае или в реальной ситуации для физического компьютера на флешку или на внешне жесткий диск. И теперь этот компьютер необходимо загрузить с помощью дистрибутивного носителя, с помощью DVD-диска загрузочного или с помощью того же самого флеш-носителя, если вы его сделали загрузочным. После чего стартует программа установки Windows 8, и эта программа, программа установки анализирует съемные носители. Причем в документации на портале технет вы можете посмотреть и найти информацию детальную о том, какие носители и в каком порядке установщик операционной системы анализирует. Если на каком-либо из съемных носителей обнаружен файл автоанатент.xml, например, в корне вставленной флешки, информация из этого файла используется для установки операционной системы. И если все необходимые параметры в этом файле ответы приведены, то никаких вопросов к вам установщик операционной системы не задаст. И теперь посмотрите на нашу виртуальную машину. Тот факт, что никаких вопросов нам система сейчас не задала. Она не спрашивала нас про то, как разбить жесткий диск. Она не спрашивала нас про то, какой язык установки использовать. А сразу перешла непосредственно к копированию файлов. Говорит как раз о том, что файл ответов она подцепила, нашла и, используя его информацию, осуществляет процесс установки. Понятно, что это занимает некое время, там порядка 20-25 минут, конкретно в моей лабораторной среде. Поэтому мы вернемся к этой виртуальной машине, когда процедура установки завершится, и проверим, действительно ли все параметры, которые мы с вами в файле ответов указали, были успешно применены. Я вернулся к нашей виртуальной машине, после того, как установка операционной системы завершилась, виртуальная машина перезагрузилась, и Windows перешла в фазу Out-of-box experience, OOBE. Напомню, что в файле ответов мы не задавали никаких настроек для автоматизации этого процесса, и поэтому теперь Windows требует от нас ввода определенных параметров. Какие это параметры? Давайте посмотрим. Мы зададим имя машины, например, тест 1. Дальше. Дальше есть ряд настроек, включая настройку файвола, включая подключение к Wi-Fi сетям, если они есть, и ряд других, для которых мы зададим настройки по умолчанию, express settings. Укажем запись, под которой мы сейчас будем подключаться, логиниться в Windows 8. Мы будем входить в систему без использования Microsoft Account с помощью локальной учетной записи, имя которой на этом экране и необходимо задать. Ну и, соответственно, я укажу здесь свое имя, зададим какой-либо пароль для данной локальной учетной записи. Обязательным полем является hint, для того, чтобы мы могли просто достаточно этот пароль вспомнить. И вот теперь система финализирует все необходимые настройки, происходит формирование стартового экрана, и после этого мы можем посмотреть, залогиниться в систему и посмотреть, как она выглядит. Но последние приготовления, опять же, займут некоторое время, и чтобы сэкономить ваше время, я также здесь запись остановлю. Ну вот теперь установка операционной системы полностью завершена. Мы видим стартовое меню Windows 8. Давайте переключимся в Desktop и посмотрим, что же у нас произошло с настройками. Во-первых, давайте обратим внимание на то, что мы вошли в систему, включена английская раскладка клавиатуры. Тем не менее, региональные установки, как вы видите, российские применены. И если, ну, например, давайте посмотрим на расширенные установки, языковые Windows 8. Если мы с вами посмотрим, например, на доступные языки для интерфейса, то увидим здесь единственный язык английский. Обращаю ваше внимание на это, потому что в последующих демонстрациях я покажу, каким образом можно подключить к образу операционной системы один или несколько языковых пакетов, которые в дальнейшем будут доступны для настройки Windows 8 и для выбора пользователем вот в этом интерфейсе. Проверили. Следующий пункт это проверка разбиения жесткого диска. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что сейчас. Вот здесь в Explorer мы видим диск C. Ему присвоена литера соответствующая. Если же мы запустим диск менеджмент, то сможем убедиться в том, что помимо диска C существует еще один раздел, которому литера никакая не присвоена, и поэтому в проводнике в Explorer он не отображается, но тем не менее он существует, и это тот самый раздел для загрузки операционной системы размером в 350 мегабайт, на который при установке операционной системы были скопированы необходимые файлы. Вот действительно разделы перед вами. Вот те самые метки, которые мы задавали. Диск размером, раздел размером 350 мегабайт с меткой System, и все остальное пространство было отдано под раздел с меткой Windows. Таким образом, и эти настройки тоже реализованы. Операционная система, которую я развернул, напомню, это Windows 8 Enterprise. Виртуальная машина у меня подключена к сети, к сети корпоративной, и поэтому, если мы посмотрим в свойства системы в Control Panel, мы сможем с вами убедиться в том, что эта система тут же активировалась благодаря поднятой службе внутри нашей корпоративной сети. Ну и давайте обратим внимание с вами на Internet Explorer. Если мы запустим браузер, поскольку мы подключены к сети и подключены к интернету, давайте убедимся в том, что Internet Explorer настроен должным образом, стартовая страница технет-микрософт-ком.ру, и мы действительно выходим тут же на технетовский портал. И эта настройка также выполнена. Последнее, что нам необходимо проверить, напомню, что мы в файле ответов задали имя пользователя и название организации. И это имя мы можем видеть, ну давайте, например, запустим, не знаю, калькулятор. Стандартное встроенное приложение Windows, если мы выберем пункт меню Help About, вы действительно сможете увидеть, что имя пользователя и название организации также было отработано. Эти параметры применены из файла ответов и мы их видим в настроенной операционной системе. Вот таким образом мы автоматизировали процесс установки Windows 8 до фазы Out-of-Box Experience. Все необходимые настройки были применены. и вот таким образом выглядит простейший вариант автоматизации с помощью дистрибутива операционной системы и файла ответов. Еще раз покажу вам список ресурсов. Он не изменился по сравнению с первым модулем и на этом модуль, посвященный файлу ответов, завершен. Продолжение следует...